Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйма и продолжаем играть черепашки ниндзя легенды, ежедневные награды за Сёгуна, 3 звезды я забираю. Так, 90 долларов, маловато, маловато пока еще, так давайте забежим быстренько в магазин, посмотрим что у нас здесь выпадет из пака. Так, там по-моему у нас кто? А, Хана, я думал Паукус, спасибо вам за Хана. Так, давайте-ка мы с вами заберем реворд и нам нужно что, поднять уровень персонажа, сразиться в боях в 10 и все, да? У нас с вами ни одного отката пока нету, поэтому давайте ребята быстренько сейчас с вами кого-нибудь поищем. Ну, во-первых, мы с вами должны рано или поздно закончить поиски Бибопа, это по любасику. Вы знаете, что у нас всего лишь 3 попытки и нам очень и очень долго придется его искать. Потом, насколько мы помним, нам нужно, ребята, еще найти ящик с инструментами для того, чтобы я смог проапать у нашего Леонарда ударчик один. Так, вот именно этот, острый и опасный. В прошлой серии, ребят, я набрал 10 сундуков, но я почему-то нечаянно, а точнее даже, почему нечаянно, я намеренно прокачал до четвертой ступени от Хилл. Ну что же, нам нужно еще 7, 7 чемоданов вот этих с инструментами найти, поэтому давайте, ребят, попробуем. Я надеюсь, у меня хватит, хотя вряд ли. Вряд ли, ребята, я опять успею насобирать себе ящики, потому что очень мало пиццы у нас. Но, тем не менее, я постараюсь. Ну, что ты будешь делать? Они, ребят, специально не дают мне, не дают такой возможности. Посмотри. Так, ну, вроде бы стабилизировались, да? Сколько у нас там этих ящиков, я пока не знаю. Но, тем не менее, выпадают. Ладно, пицца еще есть, поэтому давайте, ребята, искать. О! Бакстер Стопан. Естественно, ребята, нам это все придется сдавать, эти все ДНК. Они нам не нужны, потому что это уже, ребят, повтор элементарный у нас идет. Так, ну что, давайте посмотрим, хватит мне или нет. Вот, хватает. Смотрите, я могу прокачать до пятой ступени себе отхил, но все-таки я буду прокачивать вот этот опасный и острый. Именно этот удар, потому что, ну, хиляемся мы редко, а вот атакуем очень часто. Ну, и заодно... А, не хватает, ребята, у меня мутагена, к сожалению, не хватает. Поэтому нам придется... Ну-ка, Бакстер, от тебя сможем мы, интересно, прапать? Тоже нет. Что ж такое? Я хотел, думал, 70 уровень получим. Ну, тогда давай попробуем Змейка Вьюна. Давай Змейка Вьюна рискнем. Так, здесь как раз у нас все выходит. Ладушки, отлично. Ну что, забираем везде, ребята, здесь реварды. Вот так вот это все происходит. Ну, и я думаю, что нам нужно идти на турнир. Кстати, сегодня мы еще попробуем позарабатывать супершреддера. Не уверен, конечно, что получится, но пытаться-то надо. Так, ну что, 5 откатов у нас. Я, ага, я уже на лиге Сегунов 2 звезды. Имею 28 ранг. Ну что ж, начнем, пожалуй, да? Аль-Харет. Аль-Харет. Это 55-й и 54-й уровни. Как раз этот парнишка нам подойдет по всем критериям. Так, погоди. Не нужен мне здесь Рафаэль. Возьмем Леонарда. И будем, наверное, опять же с наших малышей. Я думаю, что с 40-го уровня. Погоди-ка. Ну да, начнем с 40-го уровня. И возьмем еще в придачу к себе, знаете, кого? Ну, предположим... Хм, предположим, Бакстера Стокмана. Слушай, по-моему, мы, ребята, с вами рискуем очень сильно. Но, тем не менее, я попытаюсь. Так, поехали. Кстати, вот вертушку вот эту бы тоже не помешало бы нам прокачать. Согласитесь, она имбовая. Она всегда и была, и сколько серий я проходил за счет вот офигенной вертушки Леонарда. Ну что ж, здесь победы за нами. Я никакого другого исхода здесь не ожидал. Это все и должно было быть. Так, опыт мы получаем. И я надеюсь, буквально на следующий бой вернутся все гунт 3 звезды. Тем более, не забывайте, у нас конец недели. Нам нужно... Нам нужно зарабатывать ДНК. На наших героев. Там кто у нас? Донателло, да, будет? Да, у нас там будет Донателло разыгрываться. И нам нужно будет его, естественно, прапать. Так, ну что ж, давайте возьмем вот так 45 уровень здесь максимальный. И возьмем, пожалуй, мы с вами Рахзар. Тут, смотри, 60 уровень даже есть. Слушай, я рискую. Ладно, я возьму железноголовую. Попробуем здесь пройти не пострадавшие. Попробуем, ребята. Так, опять же вертушка, конечно же, от Леонарда. И я надеюсь, железная голова здесь, в принципе, должна сработать по полной программе. Именно вот своим выстрелом этим. Опачки, как ты у нас, Донни, остался жив? Я вот этого не понимаю, на самом деле. Все, великолепно, ребята. Очередная за нами победа. Мы с вами, естественно, получаем полный бонус. И я надеюсь, сейчас мы попадем в Лигу Сегонов 3 звезды. И, в принципе, о чем я мечтаю. Ну, да ладно. Вы серьезно, что ли? Блин. Ну что, ребята. Будем дальше стараться подниматься по рангу. Так, ребята. Ну что, давайте тогда проведем быстренько еще один бой. В Лигу Сегонов 3 звезды мы с вами заберемся. А там уже будем, наверное, идти уже на испытания. Так, Леонарда, давай возвращайся обратно в компанию. Я также возьму здесь Рокзара. И... Ага. Ты посмотри, сколько у меня героев, которые, наверное, сегодня у нас сыграть, к сожалению, не смогут. Блин. А так хотелось бы. Ладно, попробуем, постараемся. У меня очень мало, ребята, откатов. Можно, конечно, купить еще 5 штучек, да? Но я думаю, что это дело надо оставить уже, наверное, на завтра. Потому что завтра будет у нас финальный день перед понедельником. И там уже нужно будет, как говорится, все свои последние усилия бросить на нашу победу. Так, Леонарда, что ты тут чудишь? Я никак не могу понять. Бибоп. Так. Оу-оу-оу-оу. Спокойный парень. Огоньком он мне тут шмаляет. Так. Ну, Усаги, не подверь меня, родной. Делай защиту. И контратак он, к сожалению, только на себя повесил. Ладно, этого достаточно для того, чтобы нам шлепнуть... Шлепнуть, наверное, вот этого вот Бибопа. Ну-ка. Да, нормуль все получилось. Так, Донателло, естественно, сейчас... А, он ускоряет и Крит вешает, да? Критический удар. Хорошо, тогда мы с вами будем наказывать вот этого парня. Я не хочу, ребят, чтобы он сделал свой массовый удар. Так, и давай попробуем поджарить. Че, сколько? У него двойная. Так, это плохо, ребята, для нас. Ну-ка. Опа, минус Дони. И добиваем, конечно же, с вами Леонарда. Нормуль. Нормуль, ребят, я очень доволен. Очень все классно у нас здесь выходит все. И мы сейчас, конечно же, продвигаемся в Лигу Сегунов Три Звезды. Хотелось бы, конечно, попасть на самом деле в Мастера. Представляете, если бы я, например, добрался бы до Мастера Три Звезды. Это было бы вообще великолепно. Но, по-моему, один раз всего лишь за игру у меня такое дело прокатывало. Ну, там я практически при каждой возможности отката входил в игру. То есть, я конкретно там, ребята, задрил. На самом деле. Без шуток. Ну что, давайте тогда мы, наверное, будем с Игорьком. Да, я так понимаю, 59-61 уровень. Хотя можно было бы и с Адрианом. Хм. С Адрианом. Конечно, бонусов поменьше. Ладно, ребят, я буду с ним, с Адрианом, чтобы, ну, не растерять свое преимущество. И, возможно, мы с вами все-таки отыграем роль вот таких вот папочек. Блин, боюсь, не отыграем мы с вами ничего. Крисов, что ли, взять? Или же... Или же Карайку. Так, у него хиллер здесь есть. У него, ребята, есть хиллер, да? Это морзильная кошка. Успеем ли мы... Вот я сейчас просто рассчитываю все это дело. Провокации у меня здесь нету. А если тут каждый ударит, будет очень-очень больно. Поэтому, наверное, нам все-таки... Блин, ну неужели мне придется тратить Рафаэля? Может быть, все-таки Зека потратить, а? Ну, однозначно не Криса. Ладно, ребят, я не буду рисковать. Давайте, знаете, что сделать с вами? Будем немножко, как говорится, лояльно к игре относиться. И возьмем мы с вами, короче, Тигра. Я возьму Хана. Возьму Карайку. Не хочу проигрывать. И Змейка Вьюна. Да, пускай мы все равно немножко слабее. Но хоть какой-то дамаг и урон мы все-таки должны наносить. И мои персонажи, я думаю, что так быстро не будут падать. Главное здесь забомбить морзильную кошку. Увидите, да, у нее сейчас... Ага, ну все. Слушай, я, честно говоря, не ожидал, что у нас вот так вот получится. Блин. Ну вот, знал бы, что Леонардо справится с поставленной задачей. Конечно бы, я бы взял своих малышей. Тех, которых в первый раз набирал в команду. Ну, опростоволосился. Ну, что скажешь. Ладно, ребята, два отката есть. Значит, я еще смогу спокойно, в принципе, сыграть две бойни. Две атаки провести. Так, поехали. 81 ранг у нас. И здесь, кстати, смотрите-ка, нам немножечко везет. 53, 56, 55 уровень. Давайте тогда с Игорьком будем драться. Леонардо, возвращайся обратно ко мне. И тут мы уже, наверное, сможем... 56, 54. Почти на 10-11 уровней они будут больше, чем мои герои. Хм. Ну, я знаю, что Шреддер, наверное, может здесь неплохо устоять. Потом Эйприл. Это Хиллер. Так, и, возможно, нам придется, ребята, с вами здесь для подстраховки... Так, Хиллер есть? У него есть Хиллер? Погоди-ка. У него нет Хила здесь, да? Но у него зато есть... У него есть защита. Дополнительно это в роли Донателла. Блин. Ай-яй-яй. Ладно, мы можем, знаешь, что сделать? Давай вот так попробуем. Вот таким составом сыграть. Я надеюсь, у меня никто не упадет. Ух. Тут меня насраживает, знаете, кто? Ванька-стиранка. Да-да, именно он. Блин, и почему-то он в первую очередь падает. Да что ж такое-то, а? Ой, как замечательно. Ребят, ну вы посмотрите, великолепно начинает рассыпаться вражеский отряд. Да что ж ты будешь делать? Нам просто фартит. Ну, конечно, не без помощи своих вот этих вот героев, которые у меня Ванька-стиранка и Змея-карай. Будь на их месте слабенькие персонажи, возможно, вражеский герой так бы быстро не погиб. Ладно, мы продвигаемся с вами немножко выше. Наверное... О, 70-я позиция. Я доволен, кстати, между прочим. Поэтому давайте, ребята, дальше, дальше разбираться с нашими неверными противниками. Так, Давид. Тут ноунейм. И Шериф. Даже вот так вот. Даже Шериф, ребята, здесь есть. Хм. Хорошо, Шериф, давай попробуем с тобой. Давай попробуем. Может быть, я тебя все-таки смогу победить. 61-й уровень. Как же мне не хотелось бы, чтобы вот эти вот герои у меня просто так-напросто пропали. Я, кстати, знаете, что могу сделать? Смотрите, раз, два, три. Да, предположим, и взять при всем при этом. Слушай, а я рискну. Я рискну, ребята. Я рискну взять Зека, и я думаю, что здесь мы с вами победим. Потому что Зек замедлит же врагов, так? Но не стоит забывать, что здесь есть хилл. Проверим. Проверим, что у нас получится. О, смотри, как великолепно. Ребят, сколько здоровья мы уже отняли. И я думаю, что вертушка эта должна, в принципе, всех докосить. Упс. Ребята, это... Я такого не предвидел, на самом деле. Сейчас, наверное... Воу-воу-воу-воу. Потише, парни, потише. Так, давай мы попробуем с вами. Это большой, конечно, риск. Черт, а что же он так, смотри, делает? Ладно. Я рискну Рокса не подбить. Не вышло у меня, к сожалению. А если нам сделать... Давай вот так вот. Веером попробуем. Есть, отлично. Хорошо, что он делает? Фух. Майки, ты просто родился в рубашке. Тебе повезло, что дядя Сплинтер тебя не уронил. Поэтому, ребята, риск все-таки здесь оправдался. Все-таки отыграл я своих малышей по полной программе. Получил, как говорится, полный бонус. И отыграл слабых персонажей. Это уже плюс для меня. Так, ну что, давайте тогда сделаем следующий вариант. У нас с вами откатов больше нет, как мы видим. И враг, извините, практически меньше 60-го уровня нет. Вот только Александр. Только Сашка мне позволяет еще с ним подраться. Потому что у него 58-59 уровень. И для этих целей, естественно, я беру остатки. Остатки сладкие. Ох, ё-моё, ребята, тут столько еще остатков. На самом-то деле. Ну, я не знаю. Но если мы даже будем с вами играть вот этими ребятами. По отдельности 45-46-49-50 уровень. Они просто здесь абсолютно ничего не смогут сделать. Абсолютно ничего. Их просто размажут по стенке. Поэтому, так уж и быть, я беру нейтрализатора. Я возьму Микеланджело. И возьмем мы с вами, наверное, одного хиллера, который будет у нас в роли Кирби. У нас только Кирби, да, может хилять. Из оставшейся. Нет, у нас еще есть Бакстер. Но Бакстер он слабенький. Поэтому я лучше возьму Кирби. Кирби все-таки имеет фулл звезды золотые. Ну и хиляет он тоже нехило. Поэтому давайте, ребята, попробуем этим отрядом бомбану здесь. Так, не забываем, тут тоже есть... Ого! Ого, ты шустрый малый, оказывается, Мандагека, а? Так, вешаем на себя уклонение. Теперь поставим себе дополнительную защиту, чтобы, ну... Ага, ну все, теперь, ребятурочки, я думаю, победа будет за нами. Потому что, естественно, не придется атаковать Рафаэля. А он в свое время по возможности будет давать сдачи. Ну, ты смотри, как мы подкашиваем, а? Давай, если... А что, не стали? Не захотели? Ай, жаль. Да, Кирби, слабоват ты оказался. Так, постепенный урон повесили нам. Ладно, нейтрализатор бомбит. Ну вот, видите, ребята, мы никакого урона практически не наносим 50-ми уровнями. Вообще никакого. Хиляться, естественно, я пока не буду. Для меня в данный момент главное, чтобы провокация не спала. Так, вот этого хламончика мы сейчас с вами, наверное, подбиваем. Потому что я не хочу массовую атаку получить в лицо. Так, что-то там... Ага, усиливает команду, да, на атаку. Так, ну, естественно, Эприл захиливает всех. А мы с вами пытаемся пробить Эприл. И должно получиться, в принципе, да, постепенка повесилось. Так, этот... Оу, нет! Не надо бомбить, пожалуйста. Раф, давай, давай. Давай, родной мой. Так, нам, наверное, надо будет, да, ребят, захиляться. Потому что у Микки Ланжелла очень мало здоровья. Очень мало было здоровья. Так, и мы будем... Да тут хоть кого атакую, ребят, все равно никакого урона он не нанесет. Так, контратака. Зачем она нам нужна? У нас еще пока есть провокации. Я думаю, что мы с вами добьем, наверное, все-таки Эприл. Так, Эприл мы уничтожили. У Рафаэля, по-моему, сейчас, ребята, упадет провокация. Провокация. И мы с вами будем беззащитны. Да, ну, минимум еще дал. Пипец. Так, бросает баллончик. Массовая-то атака. Есть, отлично. Ну... Ну, что я могу сказать? Все, ребята. Тут будет обязательная победа за нами. Потому что я убиваю Леонарда. И давайте захиляемся. Чтобы без всякого риска. Отлично. И добиваем, наверное, с вами... Нет, смотри-ка, стиранка сопротивляется. Да что ты будешь, Кирби, ну... Ну, а ты... Да, все, мимо дай мимо, ребят. Отлично. Рафик сделал свое дело. Так вот, я вам хотел сказать. Вы сами прекрасно видели, что нейтрализатор, да? И остальные все слабенькие персонажи мои не наносили никакого урона. То есть, у меня, грубо говоря, сыграл только Крис и Рафаэль. Все. Так что, нет смысла на следующую битву. Даже, например, если я сейчас соглашусь, да? И возьмем, например, с вами вот этих вот персонажей слабеньких. Даже не имеет значения, кого мы тут возьмем. Ну, предположим, даже вот, например, Алик, да? Ну, ты посмотри прекрасно. У него 60... 60-й уровень, 59-й, 57-й, да? То есть, и у меня 51-й остаются, и 48-й. Ну, это смерти подобное. Если бы у меня, предположим, было бы два откатика, я бы мог, например, взять Леонардо, да? И Железную Голову, или того же самого Зека. И уже, например, троих вот этих вот персонажей. Было бы классно. Кстати, сколько у нас стоит с вами 5 откатов? Давай посмотрим. 5 откатов у нас стоит, ребята... А, даже 10 откатов стоит 250 бакинских. То есть, доллары я пока тратить не буду. И, как я вам сказал, это все дело мы запустим с вами завтра. Чтобы нам как можно выше подняться по Лиге. Так, ну что? Как я вам говорил, у нас разыгрывается Донателло. До конца 3 дня. И хотел я еще раз посмотреть, что у нас тут. В Лиге Мастеров... Ну да, ребята, вот в Лиге Мастеров, если мы с вами каким-то чудом пробьемся, это было бы, конечно, великолепно. Во-первых, мы с вами и осколки получаем побольше. Не так много, но на 10 осколков платиновых мы с вами получили бы. А вот, кстати, золотые почему-то всегда идут одинаково. 90 штук. Хм, странно. Я только сейчас это заметил. И, к тому же, мы с вами, по-моему, да, мы с вами Донателло сможем прокачать. Если получим достаточное количество ДНК. Ну что, теперь давайте отправимся на испытания. Вы помните, что эти испытания у нас все пройдены. А вот здесь еще я не был. Поэтому нужно, нужно обязательно здесь сыграть. Ну что, поехали. 6 сыра я трачу. Вот тут, конечно, не задача для меня. Потому что, ну что это такое, ребят? Ну, дали мне персонажей с 40-х, 46-х уровней. Ну, будем, короче, играть с вами нашими двумя персонажами. Это, естественно, Леонардо и, естественно, Рафаэль. Куда же мы без них? Без наших братков-то, да? Уклонение, я думаю, здесь нет смысла ставить. Будем так просто атаковать. Блин, какой же он все-таки мощный, а? Так, он же сейчас будет, по-моему, делать вот этот вот в прыжке удар, да? Или нет? Не помню, если честно. Ну, проверим. Ну, в данный момент он легенький. С 40-го уровня мы его хоть как-то здесь забомбим. Да, он делает свой удар в прыжке. Естественно, все это летит по всем, потому что это атака массовая. Плюс еще вешает постепенный урон. Но здесь все равно, ребята, мы выигрываем. То есть, две ДНК, как ни крути, обычного Шреддера мы с вами получаем. Нам нужна ДНК на Супер Шреддера. А для этого нужно, по-моему, пройти до второго или даже до третьего эпизода. Так, ладно, поехали. Здесь у нас 50-й уровень. Я, ребята, отказываюсь вот от этих персонажей, дабы пройти полностью и можно было бы пофармить потом этот уровень. Я думаю, что Леонардо и Рафаэль здесь вполне себе справятся. 50-й уровень это... А, тут еще и три волны у нас оказывается. Ну, ладно, ладно, давай пытаться что-то сделать. Помните, в третьем эпизоде он будет уже, ребята, захиливаться. Причем захиливаться нехило. И, кстати, вы увидели, что Леонардо себе восстанавливает довольно неплохо здоровье. Там 30... 20 процентов... А, не, 30 процентов того, что он 20 процентов ХП себе восстановит. Ну, что же, вот у нас третья волна. Вот она, третья волна у нас. И... поехали. Так, неплохо. Нет, 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 парень. Не тут-то было. Но тяжело, согласитесь, он разбирается. Очень тяжело. Начинает он тут массовые свои суперудары делать. У него пониженная меткость. Это тоже для нас хорошо. Но смотрите, сколько нам приходится обязательно сделать манипуляции движений, чтобы отнять у него какую-то процентовку от ХП. Все, падает парнишка. И теперь, по-моему, мы получаем с вами опять супершреддер. Нет, или обычный шреддер. Сейчас посмотрим, что мы там с вами за ревард получим. Да, ребята, опять же простой шреддер у нас. И вот теперь уже, по-моему, начинается у нас... Да, вот он ревард. Это супершреддер. 7 сыра на это все требуется. 60-й уровень. То есть... Ну, я помню, что мы как-то проходили. И причем я бы не сказал, что было сложно. Ну, проходили, проходили. Так, начинается вот эта вот ерунда ионная. Поехали. Тут самое... Ай, зачем я сделал, ребят? Ну, вот лопухнулся я в данный момент. А знаете почему? Потому что у него стоял такой баф. Вот он начинает хиляться. Да, это же у нас отхил идет, по-моему. Да. Это идет постепенный отхил, который будет меня просто сейчас нервировать. Мы будем у него отнимать здоровье. А он каждый ход будет себе... Видите, да? Постепенное восстановление. Причем довольно неплохое, некислое такое восстановление у него идет. Давай-ка я попробую постепенно урон на него повесить. Не вышло. Ладно. Так, это какая у нас волна? То есть сколько здесь волн у нас будет, а? Не помните, ребята? Три, по-моему, да? По-моему, три. Так, ладно, давай еще попробуем. Ага, первую прошли. Мы с вами переходим на вторую. Еще, как говорится, лютее становится у нас тут. Шреддер. Еще злее, лютее. Смотри, смотри, психует, психует. Опа, ты понял, сколько он отнял здоровья? Вот так-то. Слушай-ка, может быть мы его не сможем пройти. Вот, начинается вот это вот отхиливание. Бесявое, на самом деле. Оу, так он еще себе и здоровья. Не то, что здоровья, еще и защиту, ребята, поставил на себя. Смотри. Теперь, как говорится, попробую его пробить. Теперь попробую его пробить. Да чтоб тебя, а! Опять массовая атака. Оу. Так дело не пойдет, парни. Так дело не пойдет. Смотрите, у Рафаэля постепенный урон висит. Почему не задалась игра? В чем проблема? Я не могу понять, а? Что не так? Блин, зачем я опять? Ну, почему я спешу? Ну, там же у него же была защита. Ё-моё. А я поспешил. Слушай, если мы сейчас, ребята, здесь с вами проиграем, я попробую еще раз сыграть разочек. Нет, 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 нет. Такого не должно быть. Понимаешь? Такого не должно быть. Мы все-таки его наказывали в свое время. Я это прекрасно помню. Блин. Раф отдоплился, к сожалению, у меня. Слушай, наверное, знаете, что нам надо сделать? Мы с вами возьмем... Да что ты будешь? Опять я лопухнулся. Да и дрит тебе на корень. Он достал, кстати, вот своей вот этой фигней. Ты представляешь, ребят, если получить нам супер-шреддера и прокачать, я думаю, что это будет имбовый, один из имбовых персонажей, который будет у меня просто везде и всегда разруливать ситуацию. Понимаешь? Его, конечно, будет очень-очень сложно прокачать, потому что, во-первых, получить для него ДНК, да? А во-вторых, потом попробую его прокачать еще по звездам. Это приходится вот только вот на таких испытаниях зарабатывать. Ладно, ребята, я пробую еще раз. Ну, что? А, я попробую еще раз. Ну, здесь я уже возьму вот этих персонажей, хоть дабы как-нибудь он переключился, да? Чтобы мы уже туда пришли с полным здоровьем. Так, поехали. Так, естественно... Да ладно, и всех убивает. Нет, смотри-ка, выжили мои персонажики. Ладно. Так, что? Ну, здесь все легко и просто. Здесь мы его просто, наверное, ребят, запинаем. Я не буду ничего здесь сверхъестественного такого делать. Просто моя основная цель сейчас как можно больше пробафаться. Так. У меня постепенный урон еще висит. Причем на двоих. На Леонардо, да, висит. И на Рафаэле. Замечательно просто-напросто. Ладно, я захиляюсь маленечко, потом попозже. Так. Пока не будем. Пока еще достаточное количество у нас здоровья. Слушай, а мне нравится, что у меня на Армагоне висит, ребят, защита. Смотрите. Это очень хорошо. Это большой для нас плюсик. Потому что если вдруг он захочет его атаковать, он его не пробьет в первой попытке. Ну, они же, ребята, делают массовые атаки. Которые просто меня вымораживают. Ну-ка, давай-ка куснем его. Бесполезняк, понятно. Так, Кунаичи. Да, Кунаичи хоть какой-то урончик наносит. Оп, и мимо все, смотри. Да он даже и не снял, ребят, на самом деле. Так, ну что, давай сделаем вот такой вот удар. Потому что он сейчас будет, естественно, делать свой этот захил. Который будет его постепенно, постоянно хилять. В течение там определенных ходов. Ну-ка. Да ну, Раф. Бум. Жалко, жалко, конечно, Микеланджело было. Ну, ничего, ребят, с этим не поделаешь. Да, Эйпл Кунаичи тоже падает. Быстро он, да, конечно, разошелся. Что-то раздухарился парнишка тут, не на шутку. Так, покусали, естественно, мимо. Можем, кстати, знаете, что делать? Давай я так попробую сделать. Я, ребят, усилю всем атаку. Не-не-не-не-не-не. Не тут-то было. Так, здесь мы снимаем с него защиту. Да что ты будешь делать? Ты каждый раз ходит он. Он уже припарил. Да, Армагон, я буду по тебе скучать. Сейчас начнет, да? А, массовая атака пошла. Да что ты будешь делать? Ну, ребят, ну, посмотрите, ну. Уже практически здоровья не осталось. Уже не осталось здоровья. Естественно, он делает хилищий баф. Плюс он на себя повесил защиту. А у меня здоровье как у бешеного отнимается. Зашибись. Ничего не скажешь. Так, уронили. И опять же мы с вами приходим к Шередру. К супер Шередру, да? С минимальным количеством. А, нет, ребят. Вот здесь мы с вами сдувались, да? Слушай, хотя ничего подобного. Мы с вами его вот эту вот третью форму тоже убивали. Помните, да? Он падает и мертвецы его обратно забирают. Так, у него там какой-то то ли удар есть, то ли еще... Давайте посмотрим, что он там делает. А, он бросает... Твою ж макареку. Он бросает своих скелетов у нас. Но в то же время посмотрите, какой, ребята, он ватненький. Он ватненький. Ну-ка, давай вот так попробуем. Постепенный урон повесил. Нет, не повесил, к сожалению. Так, что он сейчас будет... А, вызывает руки эти, да, скелеты? Так, что он там? Попробуем давай сделать вертушку. Посмотрим, сколько она отнимет. Он у него хп. Слушай, немало, немало отнимает. И... Мимо! Он промахнулся? Лео, 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 лео. Тихо, тихо, тихо. Блин, Рафаэль упал, ребята, у нас. К сожалению, я его здесь не смогу. Мне буквально не хватит, ребята, одного удара. Сейчас убьет он мне Леонардо. Нет, бонус он какой-то снял. А какой бонус, не знаю. Да, к сожалению, он еще и добивает. Блин. Нет, конечно, можно пробовать до посинения его проходить. Но, ребят, я не хочу. Давайте, наверное, мы с вами попробуем это дело завтра. Хотя толку-то от этого. Завтра, не завтра. Давай посмотрим. Может быть, мы здесь кого-нибудь с вами сможем получить. Так, понятно. Пульт от телевизора. Очень мне он нужен. Особенно вместе с журналами. Так, пять золотых... Ой, серебрых осколков. Ладно, сгодится. О, Рокстыди мне достается. Нормуль. Так, два доллара это вообще ни о чем. Два золотых осколка тоже ни о чем, ребята. Так, и все. На этом у нас сыр, к сожалению, подошел к концу. Так, ну что, обменяем, наверное, да? Мы с вами здесь. И посмотрим. Так, навыки. Ну, предположим, что... А, ну здесь никак. Предположим, что нам нужно здесь. Нам нужно... Ой, а вот тут, ребят, дофига чего нужно. И искать мы это с вами припаримся. Хорошо, давай посмотрим, что мы можем с вами найти на Рафаэле. По навыкам. Вот это бы, конечно, прокачать. Ха, они практически... Кстати, Леонардо и Рафаэле, они одинаковые почему-то. Вот можно было бы прокачать ему обычную вот эту атаку. Циклон из Сайф. Но для этого нам опять нужны вот эти вот инструменты. Ладно, я потрачу, ребята, весь... Всю пиццу, которая у нас есть. Остатки, да? Вот, один ящичек мы заработали. Так, второй. И пицца у нас заканчивается, ребят, к сожалению. Да, и тут только мутаген нам достался. Ладно, хорошо. Я... Знаете ли, чего это делать? То есть, чтобы прокачать вот этот вот удар и при завтрашней серии мы смогли бы с вами все-таки наказать этого супер-супер-пупер Шреддера. Ну и забрать наши ДНК. Тем более, сколько нам вообще нужно для того, чтобы открыть Шреддера? У нас 33 уже есть, да? А нужно 70. Ну, грубо говоря, полпути уже пройдено. То есть, если бы мы с вами получили бы еще 2, это было бы 35. Да. В любом случае, нужно этого, ребят, добиваться. Ну что же, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова